Её дочке Ане уже 6 лет, и она не воспитывалась родной мамой. Наша героиня всё так же позволяет манипулировать собой, несмотря на солидный возраст, ведь ей уже 36. Сначала это был Максим Фадеев, который протаскивал девочку на сцену, а теперь это свекровь и муж, которые насильно заставили нашу героиню отказаться от дочери, оставив в далёкой Португалии. Как сейчас живёт дочь Юлии Савичевой Аня, и почему не может дождаться решительных шагов от самого дорогого человека – мамы? Сразу после рождения дочки Ани было принято решение, что она будет проживать с родителями мужа Александра Аршинова. Юля очень плакала и была готова на всё, лишь бы дочь поехала с ней в Россию, но была бессильна против аргументов мужа. Александр был твёрдо уверен, что с бабушкой девочке будет лучше, а они с Юлей должны зарабатывать на жизнь. Вот так гламурная жизнь селебрити выглядит изнутри. Страдания, отказ от воспитания детей, бесконечные гастроли. О такой ли жизни мечтала бедная Юля, ставшая всего лишь очередным проектом в карьере Макса Фадеева. Девочка Юля родилась в городе Курган в семье музыкантов. По стечению обстоятельств и на удачу всех членов семьи, близким другом мамы и папы был Максим Фадеев, который во всём старался помогать друзьям. Юля с детства проявляла артистические способности, а любимым занятием девочки были танцы. Однажды перед всеми гостями Юля станцевала в сольный танцевальный номер, притом стоя на столе. Максиму Фадееву, который был в числе гостей, так понравилась экспрессия пятилетней Юли, что он тут же решил во что бы то ни стало помочь ей реализовать свои способности на более высоком уровне. До этого Савичева уже была на сцене, танцевала под песни группы, в которой работал папа. Поэтому зрительские возгласы, аплодисменты и яркий свет софитов её не смущали. С того момента жизнь Юли стала кардинально меняться. Родители не имели постоянного жилья, переезжая из города в город. Савичева сменила три школы, и отношения с одноклассниками у неё никак не складывались. Девочка чувствовала себя несчастной, носила очки из-за плохого зрения, и лишь танцы спасали её от чувства собственной неполноценности. А потом ей пришлось экстерном окончить школу, получить аттестат всего с тремя четвёрками и отправиться на кастинг в шоу «Фабрика звёзд». Этот совершенно новый проект произвёл впечатление у российского зрителя, а первый состав участников стал наиболее успешным в дальнейшем построении своей карьеры. Юля была в первых рядах, и всё благодаря, угадайте, кому? Да-да, всё тому же Максиму Фадееву. Он всей душой переживал за Юлю, а она не подвела, войдя в пятёрку финалистов. На радостях Фадеев пишет для юной исполнительницы песню «Высоко», и она занимает первые места в музыкальных чартах. Савичева получает за эту песню свой первый золотой граммофон и едет, покорясь сцену американского шоу талантов «Лучший в мире». Там она заняла лишь восьмое место со своей рок-н-ролльной композицией. Но пока юная девушка скакала на американской сцене, а потом паковала чемоданы, на родине уже было принято решение, что именно она будет представлять страну на Евровидении. Её песня «Беливми» не произвела достойного эффекта. Певица сильно волновалась, не смогла взять ни одной высокой ноты. Этот провал, казалось, должен был сильно сказаться на её репутации, как начинающей звезды. Но этого не случилось, не благодаря ли тому же покровителю. В благодарность ему Савичева выпустила свой первый альбом под названием «Высоко», а потом и саундтрек к фильму «Не родись красивой» завоевал множество девичьих сердец и пополнил ряды поклонников творчества Савичевой. Конечно, Юле очень помогли пробиться в мир шоу-бизнеса, но и сама она не из робкого десятка, что проявилась в личной жизни. Никто не объяснил юной девочке, как надо вести себя с противоположным полом, который, по идее, должен добиваться руки возлюбленной. Юля вела себя с точностью до наоборот. В 16 лет влюбилась в первого и пока единственного мужчину в своей жизни Александра Аршинова. Два года она добивалась его, влюбившись с первого взгляда. Музыкант всего на два года был старше Юли и не спешил заводить столь серьезные и далеко идущие отношения. Но девушка была непреклонна. Она первая звонила, писала СМС, торопила момент знакомства с родителями. В свои 18 она добилась совместного проживания с Александром. Но лишь через 10 лет пара решила узаконить отношения, а на церемонию гости торжественно прибывали по красной ковровой дорожке. Поклонники радовались за Юлию, которая нашла своего единственного, а потом это чувство сменилось тревогой. Неожиданно Юля пропала с экранов, перестала давать концерты. Тогда СМИ и затрубили о возможных проблемах в семье. Вскоре сама Юля дала интервью, в котором сетовала на нелегкую материнскую долю. Точнее на то, что доля эта оказалась трагичной. Она потеряла первенца и все из-за своей слабохарактерности. Вас не посещает мысль, что Юлия Савичева проявляет стойкость не в тех делах, где нужно. Тем не менее, она чувствовала себя хорошо во время первой беременности и не следовала рекомендациям врачей, разъезжала по гастролям, не пила лекарства. Все знающие свекровь и подруги оказались для певицы в большем авторитете, чем врачи. В итоге Савичеву увезли в карете скорой помощи прямо с концерта. У нее началось кровотечение, а за ним последовал выкидыш. Юля с ужасом вспоминает время, проведенное в больнице. «Меня всю перекроили», – так говорит Юля о своей первой неудачной беременности. Эта трагедия сказалась на отношениях с мужем. Холодность, взаимные претензии – они были на грани развода. Инициатором возобновления отношений стал Александр и свекровь. Юля в очередной раз сдалась и попыталась вновь стать матерью. Чудо не заставило себя ждать, но теперь Савичева скрывала свою беременность и относилась со всей серьезностью к рекомендациям врачей. К тому моменту она успела стать волонтером благотворительной организации, которая помогает детям, оставшимся без родителей. Но кто же тогда знал, что и будущему ребенку Савичевой не помешала бы помощь волонтера? Она родила дочь Аню в Португалии, где живут родители мужа. Это был прекрасный отпуск, а новость о беременности не могла не обрадовать родных и близких. Но там, где радость, найдется место и горю. Савичевой объявили, что перелеты ей категорически запрещены и рожать ей придется на чужбине. Что оставалось сделать несчастной Юле? Поступить по-своему? Она не умеет поступать так, как велит сердце, поэтому поддалась воле судьбы. Когда же удачные роды и выписка были позади, встал вопрос о проживании новорожденной Ани в Португалии. Савичева и вообразить не могла, когда вынашивала ребенка, что когда-то ей придется с ней расстаться. Она рыдала в туалете, а муж был непреклонен. Он не желал сидеть с ребенком в российской квартире, пока супруга разъезжает по гастролям. Так и осталась маленькая Аня на попечении бабушки и дедушки. Эта новость произвела страшный резонанс в обществе. Никто не понимал поступка Юли, да и сама она порой не понимает, почему так поступила. Сейчас Ане уже 6 лет. Она знает английский, португальский и русский. Савичева долгое время общалась с дочкой только по скайпу, что вынудило ее подать документы на получение вида на жительство в Португалии, чтобы чаще видеть свою малышку. Ведь в жизни может случиться всякое – и пандемия, и запреты на въезд и выезд. Савичева мечтает, чтобы можно было продолжать работать в России, а жить в Португалии. У нее не осталось надежды, что дочка сможет жить вместе с ней на родине, не отпустят бабушкой с дедушкой, да и сама девочка совсем не приспособлена к жизни в суровых российских реалиях. В Португалии у Ани, которая очень любит гламурную жизнь, особняк с видом на море. А в России что? Мама, которую она почти не видела и не увидит из-за постоянных гастролей. Вот и получается, что богатые тоже плачут. Или вы думаете иначе?